Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ Новости. В студии Айнур Мирханва. Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Начале выпуска коротко о самом главном. Программа «Яйнбек» в действии. Более 2,5 тысяч жителей Панфиловского района трудоустроены за 7 месяцев. Дорогу спорту. В Искельдинском районе появится первый типовой физкультурно-оздоровительный комплекс. Бесценная вода. Проблемы водоснабжения в Кирбулагском районе разбирает областная комиссия партийного контроля. Государственная программа «Яйнбек» стала отличным механизмом по подготовке кадров и ликвидации безработицы. Так, только в Панфиловском районе за 7 месяцев этого года рабочими местами обеспечены свыше 2,5 тысяч жителей. О наиболее востребованных и доступных специальностях в регионе расскажет Ануар Амангельдинов. С самого детства Жанар Багашарову интересовала исследовательская деятельность. В районном центре занятости ей подыскали специальность по душе. Уже два месяца девушка проходит практику в лаборатории Жаркенского крахмалопаточного завода. Условия, созданные на предприятии, девушке нравятся. Получив соответствующий сертификат, Жанар намерена работать здесь. В этой лаборатории я многому научилась. Здесь мы проводим всеразличные анализы и исследования, чтобы продукт, выпускаемый на заводе, становился с каждым разом лучше. В скором времени моё обучение закончится, и я буду здесь работать. Уже есть договорённость. Благодаря программе «Инбек» я не только обучилась интересной профессии и нашла для себя работу, но всё время обучения получала стипендию в размере 21 тысячи тенге. Для безработных это значительная помощь. В период карантина обучение участники программы проходят на базе учебного центра Жаркенского крахмалопаточного завода. Здесь можно получить навыки по пяти самым востребованным в районе профессиям. Это швеи, операторы станков, сварщики, электромонтёры и лаборанты химического анализа. Стоит отметить, что безработные, участвуя в государственной программе «Инбек», могут не только обучиться новой специальности, но и о замведении предпринимательства в рамках проекта «Бизнес Бастау». На открытие своего дела грант в размере 200 МРП уже получили 85 жителей района. Государственная программа «Инбек» состоит из трёх направлений. Первое – обеспечение участников техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением. Второе направление – это развитие массового предпринимательства. Здесь подразумевается как выдача грантов, так и предоставление льготного кредита. За семь месяцев текущего года заим получили 44 жителя района. Общая сумма составила более 150 миллионов тенге. Третье направление – это социальные рабочие места, общественные работы и молодёжная практика. За более подробной информацией просим граждан приходить в центр занятости. Всего за семь месяцев текущего года в районный центр занятости обратились порядка трёх тысяч жителей. Свыше двух с половиной тысяч из них были трудоустроены. Первый типовой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Искельдинском районе. Строительно-монтажные работы уже подходят к концу. Так, благодаря государственной программе АОЛ Ель БСГ в Алматинской области реализуется ещё один крупный проект. В октябре обещают местные власти распахнуться двери масштабного до Искельдинского района спорткомплекса. Он займёт территорию порядка двух с половиной гектаров. Строящийся двухэтажный объект площадью около четырёх с половиной тысяч квадратных метров вмещает в себя три зала для занятий боксом, футболом, волейболом и баскетболом с посадочными местами для зрителей, а также тренажёрный зал. Здание оснащено и десятком вспомогательных помещений, включая кабинет врача, буфет, гардеробные, душевые и санузлы. Спорткомплекс адаптируют и для людей с особыми потребностями. В целом, все коммуникации проекта соответствуют современным требованиям стандартов. Работы ведутся согласно строго установленному графику. Начали объект в августе в прошлом году. Срок строительства – 14 месяцев, а срок сдачи в этом году – 30 октября. Ну, вроде срока укладываемся. Все работы завершены полностью. Осталось только отделочные работы и благоустройство. В работах по возведению спорткомплекса задействовано 60 местных жителей, 16 из которых трудоустроены через центр занятости. Отметив, на прилегающей территории к строящемуся сооружению расположится футбольное поле с крытыми зрительскими трибунами на 200 мест. Вокруг него, по задумке архитектора, велосипедные беговые дорожки с резиновым покрытием. Благоустройство территории – тоже немаловажный аспект. Её украсят малыми архитектурными формами, а по периметру строящегося объекта установят уличные торшеры и скамейки для отдыха. У нас в этом районе не было типового здания для спорта. Это у нас первое здание. Физкультурно-оздоровительный комплекс, он не только для учеников, для спортсменов. Здесь предусмотрено и для населения. В вечернее время население может приходить и заниматься спортом. Следует сказать, что с 2011 года в Алматинской области введено в эксплуатацию 9 физкультурно-оздоровительных комплексов. В настоящее время ведётся строительство ещё семи крупных спортивных сооружений. Евгения Присяжная, Жайя Курмамбаев, телеканал ЖТСУ, Искельдинский район. Бесценная вода. Жители Кербулакского района жалуются на катастрофическую нехватку питьевой воды. Областная комиссия партийного контроля вместе с корреспондентами нашего телеканала выехали в регион, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Подробности в материале. Улица Чукана уже третья неделя нет воды. Час дадут или ночью на два часа. Это что такое, когда это закончится? Это видеообращение жителей посёлка Сарозек попало в соцсети неделю назад. Проблема нехватки питьевой воды получила широкую огласку. Выехавшая на место контрольная комиссия партии Нур-Утан увидела несколько иную картину. Теперь жители не жалуются на дефицит воды, а говорят лишь о подключении её в ночное время. Впрочем, об этом население предупреждают заблаговременно. А потому претензий к нынешнему начальнику местного водоканала Нурлану Кузимбаеву население не имеет. Однако, разобравшись ситуацией тщательнее, комиссия выявила некоторые проблемы. Нехватка воды всё-таки имеется. В посёлке действуют насосы, выкачивающие воду с глубины 130 метров. Только вот напора для стабильного водоснабжения не хватает. Причина тому – засушливое лето. Оттого насосы работают почти в холостую, говорят работники водоканала. И подачу воды обеспечивает население тем, что имеется в резервуарах. А жители тем временем, по словам местного руководства, нерационально используют питьевую воду на полив огородов. Впрочем, ситуация разрешима. С экспертизы выйдет проект и уже будем планируем дать бюджетную заявку на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей села Саразек. В этот данный проект входят две насосные станции. Полностью все скважины будут сейчас под видеонаблюдением, под сигнализацией. Ремонт резервуаров у нас запланирован. Плюс три километра сетей новых от скважины ДОС будем добавлять. Заявка будет рассматриваться в течение 45 дней. При положительном результате в посёлке начнётся ремонт водопроводных сетей. Отныне ситуация на контроле партийной комиссии. Одина Смогулова, Мирьёд Кадрбай-Каза, Асяд Бекпатыр, Телеканал ЖТСУ. В Алматинской области бетонная плитой в заброшенном здании придавила троих детей. Двое из них 2004 и 2005 годов рождения погибли. Ещё один госпитализирован с переломом ступни. ЧП произошло в близ села Бесколь в Алакольском районе. Как оказалось, подростки хотели сделать уникальное селфи. Попытка оказалась роковой. На проведение аварийно-спасательных работ было привлечено 7 спасателей и 3 единицы техники. 20 августа 2020 года вечером в 19.19 минут поступило сообщение, что по адресу вблизи села Бесколь в Алакольском районе произошёл несчастный случай. Погибли на месте двое молодых людей. Третий человек с переломами нижних конечностей был направлен в центральную районную больницу. Хотелось бы отметить, что селфи необходимо делать, убедить, что находитесь в безопасном месте и без угрозы здоровья и жизни. В этот же день произошло ещё одно чрезвычайное происшествие с летальным исходом. Горел многоквартирный дом. До ЧС Алматинской области поступило сообщение о пожаре в городе Каскелен. По прибытию было выявлено возгорание однокомнатной квартиры на пятом этаже, в которой в этот момент находилось 4 человека. Пожар локализовали за полчаса. В результате эвакуировано 20 человек. Владелицу квартиры доставили в центральную районную больницу с признаками отравления продуктами горения. Женщина скончалась, не приходя в сознание. Причина пожара устанавливается. На месте работает пожарная лаборатория. Благодаря слаженным действиям удалось предотвратить распространение огня на кровлю. Пожар локализован был своевременно. Площадь пожара составила на 48 квадратных метров. В квартире горели мебель и имущество. Однако, к сожалению, не приходя в сознание, погибла гражданка 1970 года рождения. Хотелось бы попросить граждан еще раз строго соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту. В нынешнем году, вне зависимости от формы обучения, учебниками будут обеспечены все школьники Алматинской области. А это более 760 тысяч мальчишек и девчонок, в том числе и 30 тысяч талдыкурганских учащихся. По утверждению специалистов городского отдела образования, книжный фонд 26 школ областного центра укомплектован стопроцентно. За процессом получения неотемлемого атрибута знаний проследила наша съемочная группа. Подробности в сюжете. С 3 августа в школах областного центра началась выдача учебников. По словам специалистов городского отдела образования, более 90% детей уже обеспечены книгами. Процесс выдачи учебников с соблюдением санитарных требований идет и в средней школе номер 4. Количество учащихся здесь составляет более 2000 человек. Общий фонд школьной библиотеки свыше 42 тысяч книг. Из них учебников около 37 тысяч. На сегодняшний день более 1700 детей уже получили учебники. Нами подана заявка еще на 200 учащихся. Наши дети будут на 100% обеспечены книгами. Ежегодно мы проводим анализ. Так в этом году нам должны поступить около 10 тысяч учебников. Из этого количества половина книг уже есть. На очереди учащиеся 11 классов. Им также будут выданы все необходимые учебники. За последние пять лет проблема с учебниками в регионе полностью решена. Ежегодно фонд школ пополняется новыми книгами. В нынешнем году мы подали заявку в 15 типографий на выпуск 145 тысяч учебников. Заявки у нас ведутся согласно приказа Министерства образования. 13 типографий уже поставили 140 тысяч учебников. Они уже распределены по школам города. В текущем году ученики школ города будут полностью обеспечены учебниками. Я каждый год получаю учебники для своей внучки. Она у меня учится в 6 классе. Со все время мы ни разу не покупали учебники, потому что школа нас полностью обеспечивает ими. По словам специалистов, несмотря на дистанционную форму обучения, введенную в школах в связи с пандемией и применение инновационных технологий в учебном процессе, учебники в бумажном формате необходимы, а потому никогда не потеряют свои актуальности. Гульмира Тимиргалеева, Айду Скалеев, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. 140 талдыкурганских ребятишек из многодетных и малообеспеченных семей к новому учебному году получат канцелярские товары и школьные принадлежности. Вопрос их приобретения решится благодаря неравнодушным жителям областного центра. Доставку до маленьких адресатов осуществляют члены волонтерского центра «Лидер Кейзет». В семье Татьяны Леоновой двойной праздник – день рождения старшего сына и приезд волонтеров. Подарком имениннику, его брату и сестренке стали пакеты с тетрадями, ручками, альбомами и красками, собранными за счет средств неравнодушных талдыкурганцев. Сейчас по всей республике идет акция «Дорогу в школу». Наш волонтерский центр поддерживает эту акцию ежегодно. Мы собираем канцелярские принадлежности и развозим по многодетным, малообеспеченным семьям. На данный момент сегодня мы привезли в семью, у которых трое детей. По словам Никиты Шведина, для их организации важна любая помощь от граждан. На данный момент они с радостью примут тетради, ручки, линейки, альбомы, прописи и другие канцелярские товары. Все они дойдут до своих маленьких адресатов, заверяет руководитель волонтерского движения. Все, кто хочет помочь детям, которые нуждаются в данный момент в помощи канцелярскими наборами, могут обратиться к нам, купить тетради, ручки, альбомы, краски, привезти к нам в офис. И мы обязательно эту канцелярию передадим. Все отчеты мы выставляем у себя на страничке в Инстаграм. Желающие помочь детям школьными принадлежностями могут обратиться на номер 8 707 925 59 92. Неважно, какая сумма будет пожертвована на нужды детей. Главное, чтобы это было от чистого сердца. В Алматы начато строительство пяти надземных пешеходных переходов. Работы проводятся в рамках улучшения инфраструктуры города. Также продолжается строительство транспортных развязок и ремонт автополотна. На сегодняшний день завершен средний ремонт на более чем 76 километров дорог на 103 улицах. Всего общая протяженность автополотна в Алматы свыше 3000 километров. 75% их находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. Около 2000 кустов конопли вырастил у себя во дворе житель Атыраусской области. Это удалось выяснить в ходе оперативно-профилактического мероприятия Харасура. В настоящее время начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса РК. Мужчине обменяется незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта и незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Казахстанка Данелия Тулешева прошла в полуфинал шоу «Америкас Год Телленс». Выбор полуфиналистов напрямую зависел от голосов зрителей на сайте NBC, находящейся на территории США. Также несколько участников получили дополнительные баллы от членов жюри. Данелия Тулешева является одной из фавориток мирового шоу. Зрители не раз аплодировали казахстанской вокалистке стоя. О сроках полуфинала и предполагаемой композиции для выступления казахстанской звездочки пока неизвестно. Благодарность врачам. Талдыкурганцы массово выражают признательность тем, кто стоит на передовой в борьбе с невидимым врагом коронавирусом. Представители партии Жасотан на центральной улице города установили ящик, в который жители областного центра опускают свои письма благодарности медикам. Всего за пару дней собрано уже 800 таких обращений. Затем содержимое будет отправлено сотрудникам многопрофильной больницы. Подобный жест, по словам организаторов акции, – моральная помощь медикам в их нелегком деле. И это лишь часть проводимой добровольцами работы. В самый пик пандемии волонтеры помогали больницам области с приобретением кислородных концентраторов, многоразовых масок, поставляли в медучреждения Кумыс и Шубат, а также доставляли лечащимся на дому врачам продуктовые корзины. И на этом останавливаться они не собираются. После окончания нашей акции мы проведём мониторинг писем на наличие имён, озвученных там. Эти имена мы внесём в список, с которым затем обратимся в Управление здравоохранения с просьбой поощрения оглашённых врачей. Наша деятельность на этом не прекратится. Мы намерены продолжать дальше. В рамках акции «Дорога в школу» медикам, чьи дети собираются в первый класс, мы планируем передать необходимые для учёбы канцелярские товары. Лидер Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников, а также своей сестре Ким Ё Джон, которая теперь ответственна за отношения Пхеняна с Сеулом и Вашингтоном. Об этом сообщило Национальное агентство разведки Южной Кореи. По данным службы, Ким Ё Джон выполняет роль второго по значимости лидера КНДР. Но Ким Чен Ын не занимается поиском преемника, и у него нет проблем со здоровьем. Обязанности управления экономикой страны переходят к председателю кабинета министров и заместителю председателя госсовета. Ещё два высокопоставленных чиновника будут частично отвечать за вопросы обороны. Европа сильна, когда говорит одним голосом. Такими словами прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель итоги своей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Меркель, Европейский Союз должен стремиться к единой позиции во внешней политике. Единая европейская реакция требуется также и в противодействии пандемии. Врачи Омской больницы, куда в четверг был доставлен находящийся в коме политик Алексей Навальный, отказали в его транспортации в другое медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш со ссылкой на главврача больницы. Также она прямо обвинила врачей и правительства России в покушении на жизнь оппозиционера. Ранее несколько европейских стран, в их числе Германия и Франция, заявили, что готовы принять на лечение Алексея Навального. Пандемия не помеха ни тренировочному процессу, ни поддержки физической формы. Так считает девятикратный чемпион Азии по армрестлингу среди ветеранов Абдуалит Астанов. Спортсмен поставил перед собой цель – выиграть первенство Казахстана и пройти отбор на чемпионат Азии. Ежедневная тренировка в домашних условиях проходит по плану. Подтягивания на турнике, работа со спортивными снарядами и непосредственно сама борьба. Комплексные тренировки направлены на подготовку к чемпионату Казахстана, который пройдет в середине сентября в Южной столице. В этом году я мог бы стать чемпионом континента в десятый раз, но из-за коронавируса соревнования были отменены. Мы не отчаиваемся. Самое главное – сейчас не терять форму. Несколько раз чемпионат страны переносили, но мы со своей командой не останавливаемся и идем к своей цели. Тренируется вместе с ветераном спорта юный армрестлер Айалым Даниярова. Всего за один год девушка успела стать чемпионкой области. Хрупкая и в то же время сильная девушка делает тот же комплекс упражнений, что и профессиональные спортсмены. «Ежедневно делаю отжимания, планку. В общем, комплекс силовых упражнений. Готовлюсь на чемпионат области. Он пройдет в Толгаре. Планирую выступить на Казахстане и занять призовые места». Абдуллий Тастанов – девятикратный чемпион Азии среди ветеранов. 62-летний спортсмен намерен завоевать золото в десятый раз и в очередной раз доказать, что возраст большому спорту не помеха. Алексей Цой, Жаркан Шентаев, Яблай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ. Это были все события на сегодня, а я с вами прощаюсь. Хороших выходных вам! Субтитры подогнал «Симон»!